Сейчас мы решили сделать обзор по колясочкам, которые максимально были бы удобны для путешествий, либо для прогулок, когда на улице не сильно холодно и колясики позволяют проехать по хорошим дорожкам. То есть нету снега и нету бездорожья. Все эти модели компактные, рассчитаны для легкого складывания и раскладывания. То есть колясочек можно одной рукой поставить и положить, вот она была уже готова к плотации. Данная модель очень легкая, вес ее 5 кг. Для колясочки, которые так легко складываются практически автоматически, но по поводу автоматически, какая она дальше. Очень легкая. Материалы все, по-моему, цветышащие. Ритонку здесь будет максимально подходно, жарко ему даже и в теплой погоде здесь не будет. Сверху имеется окошко, помочь которого можно наблюдать на малышу. Сзади у колясочки может быть закрытое морфильное тесто, если ветерок, или в пропалную погоду, ее можно закрыть, подкинув две молнии сзади, и чтобы не было внизу, подлепите бочкой. Бальтер у модельки легко снимается. Премешки в беде точные, фиксируют по лошадку, по плечикам, по вдали и между ног. Спинка регулируется немного инновационным способом, потому что в остальных колясочек всегда по-другому. Выращаем тишку за спинкой, и когда щелчок, это позиция, и спинку можно зафиксировать. Чтобы откинуть спинку, нажимаем кнопочку и просто опускаем. Подножка опускается очень удобно. Нажатием кнопочек у одного начала подножки. Поднимаем, ничего не нажимаем, просто поднимаем, а фиксируется впереди. Для ухода за коляской. Колесики можно снять, колесики идут на больших нитрах. Для маленьких колясок это нужно, потому что всегда есть. Да, не то же в стулке, а просто ось какой-то сквозь колесо без стула. Здесь у больших нитров и стальная ось. Удобный мягкий тормоз. И достаточно вместимая для маленькой коляски корзинка снизу. На этой модельте, пожалуйста, пока закончим. И перейдем к модельке, про которую я сказал, что коляска складывается сама. Эта моделька немного тяжелее, она весит 6,5 кг. Почему она тяжелее? Она сама все пошире, побольше. Если крупненький ребенок, и вы решите поездить, когда на улице холодно, чтобы ребенок был в зимней одежде, и ему не было тесно, то имеет смысл рассматривать чуть потяжелее модельку. Здесь уже спинка, можно практически на стандартной схеме, как чешок, откидываем на спинку. В данной модели есть только один плюс, как бы поднять спинку можно будет чуть ли не коленку. То есть его нужно просто толкать и она сама фиксируется, ничего нажимать не нужно. Но это не сильно большой плюс, потому что коленку я обычно спинку не поднимаю. В таком случае участвуют руки при подъеме. В подножку поднимается тоже передажатель какие-то типа кнопочек. А вот чтобы опустить, здесь есть такой хитрый чужок, нажав на который, и потянув даже одним пальчиком, в подножку можно опустить. По поводу складывания модельки, складывается она практически сама. Здесь оттягиваем предохранитель, нажимаем кнопочку фиксации и толкаем ее. Сложивая схематически, имеет отстреланную ручку, за которую можно перенести. У данной модели в комплекте есть чехол, в который можно всю коляточку упаковать. Будет выбирать ручку, за которую можно будет перенести. Выглядит чехол примерно вот так вот, чтобы колючки будут так же закрыты. Если же вы планируете сложно стоять, как коляточку на перекару, то есть модельки, которые в форме состояния напоминают чемоданчик. Данная моделька выполнена в дизайне в форме чемодана, в форме состояния перекару текса. Снять фиксатор. Снять фиксатор. И, конечно, готова к эксплуатации. Здесь спинка уже полностью регулируется на ремешках. Чтобы опустить спинку, нажимаем фиксатор, спинка откидывается. Поднять. Одной рукой толкаем фишку фиксатора, другой рукой держим лямочку. Ремней, чтобы потом регулируется спинка. Так, открывается дальняя часть. И в поднятом состоянии можно ее фиксировать на резинках в первой модели. Сверху имеется смотровая окошечка. Пинка сейчас разложена у нас полностью. И поднимаем до сидячего положения. Подножка может быть опущенной вниз, либо вытягиваем упор и фиксируем ее в верхнем положении. По поводу системы бантера, здесь немного отличается от предыдущих моделей. Здесь бантер не снимается полностью таковым. Но это вам не нужно, он раздвигается. Раздвинутся для малыша. Сам грудь, он там зафиксировался. Так же дисточные ремешки безопасности. Которые можно отрегулировать по объему. Плотнее, уже. У всех моделей легко съеманные колесики. Колесики на подшипнике. Подшипники Городелл. Заток надежный, либо других стулочек. Сильно увеличивают срок эксплуатации коляски. Колесики это практически не светят. А если не начинают вступить, то гораздо, гораздо позднее, нежели те, которые идут на втулочках. Спасибо за просмотр. До свидания.